Рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю! Как давно мы не слышали этих звуков, как давно мы не видели такой графики, еееей! Слушайте, но... Что я могу сказать? Помимо того, что... Хочу выразить благодарность Exclusive Studio за-за-за перевод данной игры Это благодарность Heiko Tensei Благодаря усилиями Собственно этого человека Мы играем сегодня в эту игру Потому что стоит она до хрена пипец Даже со скидками и это просто дичь Спасибо Square Enix за региональные цены Ух, хорошо В общем, игра Всем привет, кто подходит Сегодня у нас Octopath Не знаю вообще ничего В этой игре, кроме того, что это Square Enix И кроме того, что это пиксели Старые, добрые, замечательные пиксели Поэтому давайте начинать без лишних слов Пока что это первый взгляд Он рискует, как обычно, затянуться На прохождении Но посмотрим, как она пойдет Конечно же, пока что Просто первый взгляд И вот когда я тестировала игру Зашла на этот экран, я поняла, что можно выбирать персонажей Я поняла, что надо фигачить первый взгляд И вообще проходить эту игру И вообще, вообще все делать Блин, выбор персонажей в ЖРПГ Когда такое было? Едите Прикиньте мое состояние Выбор персонажей Серьезно Короче Я не знаю Наверное, они потом все вместе дружно встретятся Но как бы выбор То есть кем ты будешь именно начинать Будет непосредственно Но это все равно круто Никогда такого не было И вот опять Всем привет, ребята Кто подходит? Музика очень громко играет Я надеюсь, я умудряюсь ее перекрикивать Короче, давайте смотреть С самого Верхнего левого угла Наверное, да? Охотник Класс, собственно Девочка по имени Ханит Врожденный дар Провокация Талант пленения Вас зовут Ханит И вы охотница Вы одна из последних потомков Древнего клана Который зовет Дремучий лес своим домом С вами никто не сравнится В стрельбе из лука Вашего учителя прозвали Очень громкая музыка Вашего учителя призвали Охотиться на жестокого зверя Он ушел из деревни год назад А теперь вы защищаете деревню Пока ждете его возвращения Но однажды вы начинаете беспокоиться Из-за возвращения старого друга И вы сами отправляетесь в путешествие Очень нравится мне эта девчонка Вот визуально даже Посмотри какая офигенная У нее по-моему там То ли питомец какой-то рядом бегает То ли кто там Что-то какая-то кошка Кто это? Кто это? Снежный барс? Короче она прям такая Ух Мне она очень нравится Визуально и Лук Извини меня Меховушка на плечах Я считаю Мы скорее всего остановимся на ней Но давайте посмотрим Кто там еще есть Жрец Жрица Ночная Жрица Афилия Ну или Афилия Наверное скорее всего Рожденный дар сопровождения Талант Призыв Вас зовут Афилия И вы жрица Вы родом из Снегоземья Где покорно служили Ордену Пламени Здравствуйте Терксоус Под руководством приемного отца Архиепиского Че не понтифика Пока ваша сворная сестра И лучшая подруга Готовится отправиться В опасное паломничество Вы во всем ее поддерживаете Но ни одно из вас Неведомо Что события вот-вот Примут трагический оборот Мужик Ученый Сайрус Врожденный дар Выпытывания Да? Окей Талант изучения врага Слушай он инквизитор какой-то Я не знаю Он не ученый Он инквизитор Выпытывания Изучения врага Пипец Вас зовут Сайрус И вы ученый Вы преподаете В королевской академии Атлас Дома И несмотря на Толпу поклонниц Преданы единственной страсти Стремлению к знаниям А еще я столько всего Хочу узнать Однажды вы обнаруживаете Что из королевской библиотеки Пропал бесценный фолиант Это разжигает Ваше неуемное любопытство Окей Тресса Купец Владеет сделкой И имеет талант На денежный глазок Вас зовут Тараса Его купец Вы расставляете товар На полках семейной лавки В сонном приморском городке Но ваши глаза Следят за волнами Выдавая стремление К чему-то новому И иному И вообще Много чему другому Что там За горизонтом Вы думаете Что ответа Вам никогда не узнать Но однажды Незнакомое судно Бросает якорь в порту И навсегда Меняет вашу жизнь Воин Олберик Врожденный дар Вызов Талант Стойкая оборона Вас зовут Олберик И вы воин Вы были гордым рыцарем Пока не потеряли короля И королевство В кровопролитном восстании Теперь вы служите Старшиной В отдаленной Горной деревне Куда мне направить Свой клинок Этот вопрос Мучает вас Бессонными ночами Но однажды Вы слышите имя Из своего прошлого И у вас появляется Новая цель Примроуз Здравствуйте Танцор Врожденный дар Очарования Блин Здесь классы танцоров Вот это вот Все будет Да Ай Валаха Уха Боженька Талант Призыв Вас зовут Примроуз И вы танцовщица Танцовщица Как угодно Вы работаете О, аж Слезки пятикли Боженька Вы работаете В обители Удовольствий Саншейди Городе Что вечно Покрыт мраком Но на самом деле Вы Высокородная дочь Гордого дома Эйзель Хартов Но сейчас Вы скрываете Своё происхождение Три человек С меткой Ворона Они забрали У меня отца Но вы им Ещё отомстите Слушай Она тоже Ничего такая Бабы здесь Интереснее Мужиков Чё-то покажет Аптекарь Альфин Врождённый дар Расспрос Талант Варивая Кошеваривая Вас зовут Альфин И вы Аптекарь В маленькой деревушке Под журчание Ручьёв Речноземья Вы лечите Больных И раненых Когда в детстве Вы сами Тяжело болели Вас спас Незнакомец Не взявший Ничего взамен И с тех пор Вы стремитесь Поступать так же Поэтому живёте В нищете В голоде И в болезнях И пока вы Не решитесь Покинуть Родной дом Лучший друг Убеждает вас Следовать за своей мечтой Куда бы она Не завела Но это Барц Знаешь Вот если Барц был бы Аптекарем Это был бы Барц Из Файнал Фэнтези 5 Ладно Окей Ох Здравствуйте Тирион Тирион Чё ты знакомая Тирион Вор Тирион Врождённый дар Кража Талант от мучка Вас зовут Тирион И вы вор Не хотя вы скрываете Своё прошлое Слава о ваших подвигах Уже разошлась по свету Шёпот о ваших Экстравагантных Ограблениях Вселяет страх В сердца богатеев Как-то в Скалозиме До вас доходят слухи О несмирных богатствах В основном особняке Особняк Словёт неприступному Но вам открывается то Чего вы точно Не ожидали Так Ну это весь набор Да я так понимаю Ну да Короче Мне понравились Бабоньки Танцовщица И охотница И два последних мужика Учёный в принципе Тоже неплохой Но Что-то он мне Интересен Несколько меньше Больше здесь Вроде никого нет У танцовщицы Интересная история У охотницы Мне по духу ближе Прям таки И не знаю Ну смотри Какая она Смотри на неё Прям такая Мне кажется Они потом сойдутся И это будет Цельная партия Сколько персонажей Семь получается Раз два три Четыре Пять Шесть Семь Семь персонажей Они наверняка Составят партию И как бы вот Да ребят Всем привет Кто подошёл Пока читала Ничего не видела Всем здорово Всем здрасте Мы тут Чего-то требуют танцы Да мне кажется Они так и так У нас все будут Но именно начало Именно начало За кого будет Я так понимаю Мы по большей части Выбираем Вы обработаете В обители Удовольствий Нескородная дочь Гордова Ну это блин Это морисьюшностью Какой-то папахи Мне почему-то Нравится охотница Чат прости Но мы наверное Начнем с неё Пухов Привет Не меч Никому видит А я на него не навелась А я на него не навелась Ну восемь Ну получается четыре Не удивлюсь Если они как в шестой Финалке Будут разделяться На две партии Потом Ну ладно Ну давайте Ладно Давайте по голосованию Кто за Классную охотницу Которая порадует стримера Ставьте единичку Кто за танцовщицу Которая не так сильно Порадует стримера Ставьте минусик Давайте Единица победила Все Главное правильно Поставить вопрос Спасибо Чат Я верила в тебя Ханя Год назад Я поняла Можно дальше Какого хрена Это не японский Хорошо Вы еще не отбали Ну она видимо Вращается Так Ну нужно японский Поменять срочно А что это ангел То здесь есть вообще Японский Чувствую нахлынули Моя девочка Было бы неподобающе Отправиться в путне Оставив Наставление Для моего Любимого Подмастерья Шутите Как обычно У женщины Очень знакомый Голос Кстати говоря Есть японский Здесь по-моему Нет выбора Здесь просто выбор Языка Но он распространяется Вроде как на все С учетом того Что у нас русификатор Фанатский Не знаю Поменяется там все Или только озвучка Сейчас надо попробовать Будет ли долгим путешествием Ваше О учитель Кстати Хороший вопрос Эта просьба исходит Не от Кого иного Как от рыцаря Орданте Охота поведет Нас в дальние земли И зверь Которого мы последуем Ужасен Понятненько Слушай Че такой голос То у нее знакомый Это Как будто То ли кто-то Из Пиларсов То ли кто-то Из Тирани Что-то вот Оттуда Короче говоря Музня офигенная Кстати Да не хмолься Девочка И я не зеленый Новичок Со стрелами и синяками На руке Которая держит лук Я все сделаю И вернусь еще До второй луны Слушай А в принципе Английская озвучка Она заставляет Меня думать Что мы играем В какие-нибудь Пиларсы Такой Пиксельные Синди Робинсон Оно звучит А и кто это? Че она еще Звучила? Тебе еще грустишь? Ну что такое Моя девочка Ветер Здорово Совсем не охота Меня беспокоит Вы будете Где-то Останавливаться В пути Бабочку Секер Ну это в английской Секер Калиска Кто такой Калиска? Ну изредка Возможно Почему ты Спрашиваешь Вы то ли забыли То ли притворяетесь Неследующим Поэтому я вам Напомню Во время Последней охоты Вы проиграли Свой кошелек И вернулись домой Еще беднее Чем были Возможно Беднее В деньгах Да Я сделал Несколько Ставок На арене Лощина Победителей И я понял Что хоть и могу Одним взглядом Оценить силу Зверья Абсолютно Беспомощен С людьми Это цены Урок Так дешево Мне стоил В итоге Не так уж и дешево Мне нравятся Их взаимоотношения Никит Здорово Астрид В Скайдеме Я чувствую Какой-то голос Очень знакомый Тетка В начале Пиларсов Сам Ага Вот я чувствую Что-то такое Да Я помню Когда ты начинаешь Вот этот голос Офигеть конечно Элизе пришлось Заплатить ваши долги И вы вернули ей Деньги Только в последнюю луну Обещайте мне Учитель Больше никаких Непотребных Игр на деньги Скажи мне Когда мы будем Играть В Нина Куни И зайдем в казино Напомню Приятной игры Надеюсь Игрушки будет Чем зацепить Я думаю Будет Я более чем уверена Исагани Гномко Испоя Тоже охотятся Я говорю Блин Какие-то знакомые Вот эти Интонезы Блин Голос такой Короче Это как Петручо Из Гритфула Короче Ну что говорится В старой охотничьей Поговорке Если первая стрела Падает Бери вторую И пытайся снова Вы ее только что Выдумали Да ладно Девочка Ты слишком Генна Для таких Горестных вздохов Ну зачем Делать Наше Расставание Таким мрачным Хаген К тебе Обращаюсь Присматривай За учителем Потому что Он редко Присматривает За собой Ни хрена Все Он гавкнул Или рыгнул Блин Даже ты На ее стороне Старый друг Оф Лишь да Вот это Он вневлет Когда в словах Есть здравый смысл Оф Не гроули Тут на меня Вероломный Предатель О господи Боже мой Зачем так громко Дверь открыл Привет Ханит Ты уже пришла Попрощаться? У меня что Завибрировал Геймпад От этого Резкого Открытие дверей Кошка У меня сейчас Голову получит Я чувствую Я пришла Предупредить Учителя Чтобы он Не сбивался Из пути Истиного И почему Я так начала Читать От текста Я не знаю Спасибо тебе За это У меня нет денег На оплату Еще одного Такого долга Остался ли у меня Хоть один Союзник В этой Проклятой Деревушке Можно переключаться Между языками Хорошо Сейчас сделаем Я ваш друг Но также и рыцарь Орданте И ваш клиент Вам лучше об этом Не забывать Ни на мгновение Почтеннейшая Леди Элиза Из прославленных Рыцарей Орданте Терри привет Ну вот это Другой разговор Не бойся Я буду держать его Подальше От неприятности Он у меня будет Ежевечерний Писать подробный Рассказ о наших Приключениях На охоте Берегите себя И пусть все ваши Стрелы попадут В цель Попадут Я буду присматривать За лесом До вашего возвращения Спасибо Моя девочка И прощай Так А теперь Пожалуйста В настоящем С той поры Милгуд Какая музыка Идеть За все это время Учитель удосужился Отправить Единственное письмо Ханет Это я Твой обожаемый Учитель Скучаешь по мне? Я не буду Утомлять тебя Болтовнёй О погоде И природе В конце концов Неизвестно Когда ты получишь Это письмо Вот уже три месяца Я преследую зверя По запросу Рыцаря Орданта Зверя По имени Красноглас Громохвостом Красноглас По крайней мере Они его так называют Что касается Его настоящего имени Если оно конечно Существует Оно никому Неизвестно Но клянусь Луком моего отца Это самая опасная Добыча На которой я имел Несчастье Охотец Как-то у него настроение Очень меняется В ходе одного письма Он обходит Стороны Все мои ловушки И хоть ты можешь Посчитать меня За сумасшедшего Я клянусь Что он чувствует Каждое мое движение Я не знаю Человеческий ли это Разум Или чисто Животный инстинкт Но в любом случае Он отказывается Быть Хойманом Боже Какая музыка Я сейчас разрыдаюсь Но похоже мы достаточно Его потревожили Потому что теперь Он перебирается В Новый год Судя по его поведению Я полагаю Что он отправляется В землю неподалеку От Стоунгарда Направляется Я буду откровенен Я буду откровенен С тобой Моя девочка Потому что Ты всегда Видела меня Насквозь Не без конди С возвращением Погоня будет сложной И охота Закончится Не скоро Но не бойся Ибо заканчивается Она Думала ли ты Когда-либо Что твой учитель Потерпит на охоте Неудачу Единственное Что голоса Сильно тише музыки По-моему Не знаю Хорошо это Или плохо В данном случае И поэтому Я прошу тебя Мой дорогой Подмастерий Умоляю Присмотри за деревней До моего возвращения О, и не забудь Не будь мнительней Всегда твой Друг и учитель Занта Блин Жидать Что происходит На фоне Мне кажется И не слышала Чтобы учитель Называл охоту Трудной Либо Этот красноглаз Действительно Настоящее чудовище Либо Он заглядывает В каждый игровой притон На пути К Стоунгарду Но нет Учитель любит Подурачиться Но когда дело Касается охоты Бесконти С двадцать первым Месяцем С возвращенцем Тебя Чашечка кофе Двадцать первой Е Спасибо тебе большое Мне кажется С уровнем голоса Музыки Все ок А мне вот Я прям слышу музыку Что она как будто бы Громче Чем голоса Но если вам ок То ок Сейчас мы переключимся На японскую озвучку Может быть там будет не ок Блин Это музыка Господи Очень так хорошо Мне тоже да Кажется Что голоса Надо погромче Если он сказал Что поймает Свою добычу Значит Он ее поймает У меня Кысечка Смотри Линда Мне кажется Мне кажется Просто вот Эта наша барышня Она довольно молодая И наверное По классике ЖРПГ лет Девятнадцать Да Немножечко Какой-то такой Четошный голос У нее Потому что Сагани Извини В пиларсах Имела такой голос И тетка В самом начале Она тоже Извини Не девятнадцатилетняя Барышня Ну то есть Как-то вот Чего-то не хватает Шестнадцати И отлично Прекрасно Мастер доверил мне Безопасность деревни Сейчас я должна Служить сельским жителем Ребят Всем привет Идем Давай навестим старосту И узнаем Не требуется ли кому-нибудь Мой лук Обязательно Только озвучку Сейчас поменяем О господи Зачем так резко Используйте радар В правом нижнем углу Чтобы проверить местность И найти свою цель Хорошо Я поняла Блин Регули Господь Так Карта мира А газная Настройки А вот оно Ети Ну сорян Сорян Что-то я не заметила По-моему в главном меню Вот этого выбора не было Либо я чуть не обратила внимание Ну хорошо Мы посмотрели Мы оценили В принципе Прикольно Но Восславим Японскую озвучку Собачка Здорово А Эй Пустители не допускаются Эй Ну кто-нибудь Поговорите со мной Мне надо проверить Я А все Озвучки больше не будет Да Или ее не было В принципе То есть подожди Когда ты выбираешь Японскую Они говорят одно слово Как это по классике бывает А остальной текст Не озвучивается Когда английская озвучка Они озвучивают все Или это только Вступительные слова Были на инглише Сложно Старосты Как мой лук Может помочь Сегодня вам Может Блин На тебя Как мой лук Может сегодня Вам послужить Походу Так и было Да Каждый день Ты приходишь сюда Искать работу Иногда я думаю Истинно ли ты Под мастерей своего Учителя Но шутки в сторону Сегодня Охоты для тебя Не будет Нет Не слушай У нее кстати Такой же низкий Голос Прям хорошо Получается Подобрали Актрису На английском Прям у нее Такой же низкий Голос Прям как будто Вот актриса Начала на японском Проехать Прикольно Забавно Здорово Могу ли я помочь Чем-то еще Только на важных сценах Да скорее всего Ну молодежь Всегда нуждается В уроках Ты могла бы Дать им парочку Уроков по стрельбе Из лука Именно так Клан Темнолеси Унаследовал знания О зверях и деревьях Но сегодня только Вы с Зантой Умеете пользоваться Этим знанием Вот когда я Был всего лишь подростком Да-да-да-да Да Я все уже слышала Все ваши истории Прежде Я знаю Какие они длинные Ща-то Просто Ля Инглиш прорывается У меня Понимаешь Вот такие моменты Многословная история Это порог многих стариков Мои извинения Дитя Тактриса и анима Много озвучила На Англии Так что Меня не удивляет Что она могла Хорошо озвучить Ну Вполне возможно А вроде говорят То что вот эта девушка Которая Японочка Да Которая озвучивает Нашу барышню Она в японской версии Озвучивала Клэр Рэдфилд Да Рэмэйка Или не рэмэйка Вот такой вопрос Ну это Интересно Знакомые все лица Едите Везде Ну сильно Ну если бы ты могла Показать молодняку Как нужно охотиться Я был бы благодарен Я видел двоих Нетерпеливо Ожидающих На площади Можешь начать с них Будет сделано Я японскую озвучку Клэр Рэдфилд Слышала только В Resident Evil Revelations Буквально вот Совсем чуть-чуть Чисто мне было интересно Послушать Я такая Нифига У них голос Кстати он чуть-чуть Даже узнается Как неудивительно Используйте Врожденный дар персонажа Чтобы преодолеть Любое препятствие Попробуйте нажать Х Возле гражданина Ханит может Использовать зверей Чтобы спровоцировать Людей на битву Да у нас по-моему Реально будет Вот этот наш Компаньончик Или он считается как Собатя Что такое Так ну вот этих Можно спровоцировать Натравить на них Мою собатьку То есть не косочку А что заходить не будем О обидно Ну быстрее конечно Все это будет проходить Боженька Господи Как я в этом заскучилась Блин Давай сразу купим Постановлю то за одному Союзнику Многовато А сколько А подожди А сколько у нас уже есть В наличии 3 Давай еще 4 Ё-моё Слива Воодушевляющая Слива ОД Очки действия Так понимаю А что такие дорогие Ну что нахрен Тогда подожди Олива жизни Оливка Оливка Священная Оживляет Восстанавливает ОЗ Одному убитому союзнику Ну у меня 2 Трава света Слепоты Давай штучки 4 Трава пробуждения Спящим Трава возрождения Возрождает Одного бессознательного союзника 30 рублей? Когда это Феникс Дауна Стоили 30 рублей Скажи мне Кажется покупку Хилок в начале игры Я где-то уже видел Во всех же РПГ Покупка хилок В начале игры Это мастхэв Я считаю Слушай Какая музня Охрененная Боже мой Составной лук Ну мне кажется У меня должен быть Какой-то лук Подожди Насчет кстати Ой я что завибрировала Так страшно Инвентарь Топорик И длинный лук 8,1 Точность 2 А составной Он лучше Чем мой Нынешний Ой О как интерес Смотри Как оно будет Журнал лагоня Основная история То есть Сейчас я иду За хаонит Потом оно будет Все вправо-вправо Двигаться А потом они Видимо все Все-таки Встретятся Да Бессознательный Мертвый Это наверное Разное А ну Наверное Возможно Это сон А это сон Господи Что сон Сном нельзя Как назвать Окей Ладно Тут я думаю Что-то Ох Смотри Какая она Хорошенькая Просто Я так люблю Всякие Меховые Броньки Кожаные Вот эти Меховые Плащи Вот эти Типа Уги Вот эти На ногах Я не знаю Я не знаю Почему мне Это так Прет С этого Визуала Мехового И прическу Он у нее Классный Она что-то Очень хороша Чертовка Вот кстати Таланты Захватывайте В бою Монстров Чудовища Обучайте Их сражаться На вашей стороне Ё-моё Здесь реально Будут классы Из пятой И соответственно Третий Финалок Вот эти У нас получается Класс Этого Какого Дрессировщика Етить Да Это не охотник Это дресс Хотя по-моему Тоже И охотником Назывался И дрессировщиком Да Блин Это Ооо Боженька Не очень люблю Кстати этот класс Но блин Ммм Боже мой Окей Ооо Все Держите меня Семеро Давай посмотрим На карту Майлой Чем-то смахивает Ну отдаленно Да возможно Что-то есть Такое вообще Меховушечные Вот эти все Шмотки Я думаю По большей части Наведите курсор На место Куда вы хотите Отправиться Нажмите кнопку Ааа Вы можете Быстро перемещаться В города и деревню Боженька Боженька Господи Иногда Быстрое путешествие Невозможно Это связано С происходящим Хорошо Хорошо А че я прям могу Ну не вряд ли Это потом Ооо Ооо Боженька Посмотри как красиво Все двигается Что-то там Вот это Ооо Ааа И у меня лицо Сейчас тряснет Смотри Карнавлики Там Так подождите Я с вами пока не буду Говорить Дальше с другими Поговорить Ой Господи Сейчас умру Сердце остановится Я не делала перерыв В тренировках Уже 10 лун Однажды Именно я Стану лучшей Ученицей Учителя Зан Зан Ты вот увидишь Слышь Блин Просто Что ты для этого делала Воодушевляющая Слева Знаешь еще кстати К какому выводу И прихожу Что надо вибрацию Убрать Она прям отвлекает Она что-то слишком Ой Часто включается Когда я даже ящики Открываю Это меня напрягает Как Как Наша Подожди Называется Деревня Сварки Причина смерти Передозировка Пикселя мира Да Слушай Это таверна Пойдем за ним Боже Какая музыка Какая музыка Какая музыка А потрепаться Ну Че-то книгу Стану Ну ладно Так Это гостиница Исцеляющая Виноград Хорошо А Прям вот так Этсварки Дом Клана Охотников Который Живет В темнолесе С древних Времен Натравить На него Свою кошку Свою киску Ха-ха Ну давай Провокация Спровоцировать Эта человека Ну давай Валанчик Привет Ребятушки Всем привет Кто подошел Стример тут умирает Потому что Тут что-то Прямо очень хорошо Все пока что Вперед вдруг Ну просто вперед Ну не важно Потренироваться Да Я всегда готов Мочила Ооо Ооо Как хорошо так Идите Ооо У меня Мышистый хрен Лесная лиса У меня еще есть Господь Я могу Либо Подожди Линда Размах Атака мечом Это животное Откуда Откуда Там меч Ну давай Ослепляй Еще Коготь Хрен Хрен На сладенькое Подождите У нас там второй Еще человек Стоит Спокойно Та де Та до Размах Г십 Как Я Я Треснула Все что можно Да-да-а-а, блин, как... Знаешь, вот, верите, нет, у меня вот... Я просто не знала, во что играть в последнее время. Вообще, как-то особо ничего настроя не было. Но как только... Хейко. Была задарена эта игра. И я такая думаю... Боже, это оно. Я, короче, запускаю, и всё, у меня сердце открылось, душа полетела в рай. У меня силы откуда-то взялись. Блин, вот оно, нехватка пикселей в крови. Ё-моё. Ой. Вот что значит своевременный и очень точный подарок. Етить. Офигеть. Ещё и перевод прям вовремя вышел. Блин, вообще, всё хорошо. Но ты должен быть ещё осторожнее, ведь теперь ты знаешь достаточно, чтобы нажать себе проблем. Лежит такой. Аригато. Можно теперь меня, пожалуйста, сразу в морг? По-моему, я не могу встать. И, по-моему, я умираю. Просто, знаешь. Я буду. Спасибо тебе, Хаанит. Лежит, да, реально. Уже отключился. Так, ну да, да. Пожалуйста, обучите. Обучите меня, охотница. Хаанит, пожалуйста. Сильнее. Удар меня. Сделай мне больно. Так, мышистый хрюм. Давай. Что это было? Это точно был хрюм? Я ещё не... Это какой-то холмик, по-моему, атаковал. Хоббитская норка, по-моему, вылезла и такая... Ха-ха! Опять пила улун? Нет. Пила кофе. Наверное, это дело в кофе, на самом деле, а не в улуне. Слушай. Мы гнали на улун, а это дело в кофе, походу, дело. Трава света? Хорошо. Ну что же. Ощущаешь ли, что лучше подготовлен ты к окружающему миру? Да! Я чувствую, что теперь легче могу понять, откуда может наброситься быстрый хищник. Отлично. Это важный урок. И Кызи такая рядом лежит-то. Охотница, хани! Что случилось? Староста послал меня за вами. Он сказал, что разговор срочный. Почему я говорю с таким акцентом, я не знаю. Тогда поспешим. Он дома, верно? Да. Идите за мной. Действительно. Возможно, срочная охота. Я требую повторения, хрена. Нужно его рассмотреть. Да ща, в лес выйдем. Староста, вы хотели меня видеть? Да. Пришел запрос. Из владения лорда Кирана. Киран. Кстати говоря. Кто там говорил, что женщинка на Морриган, похоже? Похоже, что какой-то зверь изобрел в его лес. И лорд хочет от него избавиться. Именно так. Он просит у нас лучшего охотника. И поскольку учитель Занта сейчас на охоте, остаешься только ты. Понятно. Запомни, Хаанит. С незапамятных времен нашу деревню населили великие охотники и охотницы. Да, далеко-далеко, за пределами темнолесия нашего дома. Барды воспевали наши подвиги, и все королевства восхваляли прекрасную сварки, как родину настоящего охотника. Разве это было не так? Я уже много раз тебе это рассказал, да? Многословные рассказы, мои дорогие. Это порог стариков, верно? Что касается охоты, то я всегда готова, если это необходимо. Отлично. Посладник лорда Кирана ожидает внутри. Он расскажет тебе все необходимое. Я сейчас же с ним поговорю. Хаанит. Прошу тебя, не делай ничего, чего бы учитель Занта не одобрил. Конечно. Спасибо. Вам. И нам, и всем нам вообще. Ух. Здравствуйте. Прошу прощения за срочность дела, но монстрам все равно, страдают люди или нет. Я. Я здесь, чтобы служить. Расскажите подробнее об этом звере. Вашей добычей будет ужасный зверь, который невесть откуда забрел в шепчущий лес. М-м-м, чудовище, оставившее свой дом. Кинг, информись, здорово, привет. Какой тайминг интересный у фраз у этих двух, да? Да, сегодня утром напуганный торговец и его раненый спутник появились в нашем поместье. По словам одного из них, второй был не в состоянии говорить. Их караван подстерег зверь, и они остались единственными выжившими. Как вы поняли, что напало именно это существо? Мы попросили ученых лорда Кирена расследовать это дело. А исходя из показаний торговца, они пришли к выводу, что на мужчин напал дикий зверь, известный как Гизарма. Наслышана я в этой твари. Его зловещий рев делает его нежеланным в спокойном шепчущем лесу. Несомненно, его светлость сильно заботится о защите своей собственности. Он просит помощи самого умелого охотника в этой деревне. Поэтому в отсутствие учителя Зоанты, Зоантаны почему-то хочу каждый раз прочитать, не знаю почему. Зоанты, мы обращаемся к вам. Что скажете, Хаанит? Освободите ли вы наш прекрасный край от нечистивой угрозы? Передайте вашему лорду, что я его не подведу. Two hours later, он лицом в говно лежит в лесу где-то. Разумеется. У вас есть чувство собственного достоинства, коего учителю Зоанты не достает. Но я вижу, что вы разделяете страсть к вашему призванию. Я надеюсь, вы унаследуете только лучше его качества. Учитель прекрасный наставник. Он на своем собственном примере показывает, что охотник должен делать, а что нет. Должен делать, вернее. А что нет? Ха, метко сказано, да. Похоже, мы действительно в хороших руках. А, так и есть. Очень самодовольна. Чувствую, крылья-то нам пообрезают сейчас. Вы не знаете, откуда появится опасность, поэтому почаще сохраняйтесь. Ищите этот монумент. Хорошо. Вы найдете точки сохранения в городах, зонах по всему миру и в подземельях. Окей. Ой. Хорошо. Я один заметил небольшое сходство моделек персонажей с модельками Стардио? Я тебе скажу больше. Плейвы. Все пиксельные модельки зачастую очень похожи. И 100 грамм толченого вегнаграда отправляется в наш инвентарь посредством Стараний Доктора Килла. Спасибо большое. Дарить теплые бонемашки. Спасибо. Спасибо, Доктор Килл. Часто наши охотники отправляются в Белолесе, чтобы навыки свои испытать. Они говорят, как Юда, по-моему, немного. Но вы желаете тебе сделать так же? Берегись. Охотясь в полсилы, тоже станешь ты жертвой. По-моему, это реально Юда. Кэтс, привет. Здорово. Всем, ребятушки, привет, кто подошел. Пустите, не допускается чей-то. Ничего же не обновилось, я думаю, да? В городочке-то особо. Может показать тебе плоды моих тренировок? Давай. Пора тренироваться, да? Забавно, что я могу реально спровоцировать даже своих товарищей и при этом, ну как бы. Пшистого хрена хотели, да? А, ну я разглядела пятачок, кстати. Нормально. Ты что, хрена? Слушай, а если я хочу? Это не совсем то, что я хотела бы. А он потолще стал, кстати. А как, слушай, стрелять из лука, а не вот это вот? Ну, наверное, меня научат в лесу где-нибудь, да? Хороша шартовка, слушай. А вот и виноград. Найс. Вижу я, что мы победили. Я не делаю перерыв, тренировка. Кстати, давай-ка ей вот ее вызовем на бой. Что-то она там очень сильно нос задирает. Ну, давай. Что-то хрюм лечит. Господи, что за рандомность такая. Слушай, она толстенькая такая. Она правда без сознавой там лежит. Слушай, ну без сада может сильнее. Все так и делала. А я чуть не замечала, если честно, до этого. Лол. Я очень внимательный, да. Что-то так отбородовалась. Обрадовалась аж слюной. Мы не терпимся. Обрезгали. Простите. Хотя, может быть, это и не слюна. Кто знает. Мы, кстати, сохранимся после того, как мы этих двоих победили. Так сказать, закрепим. Так, Сэм всю деревню положит. Ну, а че они? А че они? Я тут главная, понимаешь? О, ма гад. Ну, по-моему. Вот эта музня, кстати, напоминает музню из хронотриггера. В таинственном лесу там. Вообще, довольно интересный ракурс для пиксельной игрули. О, штучка. Мацарица по-японски. Используйте уязвимости врагов, чтобы переломить ход битвы в вашу пользу. В бою хаанит может использовать как луки, так и топоры. Вот, да, вот как это сделать. Используйте атаку. Выбейте желаемое оружие с помощью кнопок таких-то. А, в деревне, наверное, просто не разрешали. Вот, да, вот это больше. Знание о зверях. Призывать или поймать монстра. Мне нужна эта белка? Использовать навыки охотника. Какие, кстати, есть? Дождь из стрел, снайперский выстрел. Слушай, мы, по-моему, выбрали персонажа как надо. Слушай, ну, по-моему, монстры ловятся, если вспоминать финалковские законы. Монстры ловятся, когда они слабенькие, преимущественно. То есть нужно сперва подкоцать. Снова бой 2. Используйте режим усиления, чтобы увеличить свои силы. Ослабляйте врагов, чтобы сильно снизить их защиту. С помощью РБ войдите в режим усиления, и сила ваших атак способности вырастет. За ход вы зарабатываете одну очко усиления. Вы можете потратить очко усиления, вы можете потратить ОУ, чтобы усилить атаку на три уровня силы. Если вы используете режим усиления, то вы не заработаете ОУ в следующем ходе. Ну, я не хочу. Наверное, вот он. Кстати, вот, вот как это работает. Вот лука, вот такой. О, прикольно. А давай топором. Не, лука мне сейчас больше понравилась. На ваке охотника давай посмотрим. Чуть много промахов, по-моему. Не помирай, не помирай. Дай я попробую тебя поймать. Шанс успеха 100%. Поймать этого врага? Да. У нас есть белка, которая не дура. Ну, которая не белка. Так, подожди. Карта мира статуса. Где-то можно звери своих посмотреть-то? Это не то. Ну, явно не в... Просто где-то, по-моему, можно было, не? Или я наркоман. Ну, явно не в разном, да? Мне внизу было показано, что оно уязвимое к стрелам. Белка? Окей. Ну, к чему ты это говоришь? Мне просто интересно... Наверное, вот одно вот из этих под вопросиком. Там где-то зверушки наши должны быть. Интересно, здесь как в финалочках будет? Вот этих классовых. С этими... Зверюками. Из-за нет. Здесь, мне кажется, топор больше пригодится. Вычленили. Интересно, кстати, если ты находишь вот уязвимость у врага, когда ты его встречаешь в следующий раз, там уже они уже, по идее, должны быть подписаны, потому что ты же уже выяснил. Это прикольно, кстати. Хрюна у нас, в принципе, уже есть. Снайперский устрел, наверное, нет? Давай вызовем кого-нибудь. Сурок, кстати говоря. Не, не зря. Слушай, а Линды хрюм... А Алиса где? Да, кстати, был реально хил, окей. Закончилось ли, Са? А их там несколько раз, что ли, можно только призвать? А, реально, то есть шесть раз сурка. Блин, прикольно, они мотивируют прям постоянно ловить зверьё. А я ещё думаю, что это за циферки такие странные? Прикольно. Забавно, здорово. Ну, блин, хрюна, что-то всираем. Надо этого хрюна перепоймать. Чтобы у меня хилки были, короче, постоянно в виде свиньки. Не умирай, только подожди. Всё, давай, ловим свиньё. Блин, клёво. Здесь класс что-то охотника, вот этого дрессировщика, как угодно. Поинтереснее сделан, конечно, в ранних финалках. Но, с другой стороны, и год выхода, извини меня, когда и опыта побольше, её вообще. Прикольнее сделали. Бодрее ощущается, скажем так. Слушай, там был этот самый сук. Ух ты, ты кто такое? Ты что такое? Не очень. Крыса какая-то с луком. Етить. Редуал. Ну, Линда у меня бесконечная. Она как бы моя. Навсегда со мной. Ну, ты... Ах, вот так вот, да? Нет, опором, мне кажется, надо хреначить её. Чё-то она не поддаётся. Да, чё-то нет. Пора лечиться, наверное. Халявно, наверное. Привет, Севна, с выступающим праздником. Советую, что играть Death Stranding. Эс Гинтоп. Привет тебе, пассив тебе за поддержку. 50 ягодок винограда дикого. Спасибо. Мне Death Stranding очень понравилось. Для меня это игра года. Не знаю уж, как тебе будет. Ты можешь посмотреть наши стримы и сделать определённые выводы. Наверное. И решить. Использую последнюю хрен, на которой кончается. Да, да. Нет, наверное. Death Stranding слишком своеобразный, чтобы прямо говорить то, что да, 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 обязательно бери. Так что тут, конечно, я не буду делать того, в чём я не уверена. А, чёрт! заснул меня. Заснул меня! Ну всё, хана. Слушай, он как будто непробиваемый ни то, ни это ему. Ну ещё. Найс. Прикольно. Прощай, хрен. Но у нас второй есть. Слушай, там был этот самый сундучок, но мне почему-то ощущение, что это какая-то другая часть локации, и я тогда в принципе не попаду. Я сейчас прибегу назад, блин, 20 боёв будет, и ещё обратно, когда побегу. Тоже 20 боёв будет. А хотя нет, вот здесь вот можно пройти. Всё, нормально, нормально. Правда, я, наверное, не смогу в принципе открыть. Да, смотри, сохраняется. Сохраняется, замечательно. Да, там был проход, я в самом начале его увидела, а потом отвлеклась на бой, сейчас бежала, вспомнила, что я его увидела. Так, ладно, давай дождь сострел. Чё-то часто промахиваюсь. Как-то нехорошо это. Пойдём со мной. Вообще, если ты играешь охотником, мне кажется, выгоднее всего ловить всё, что шевелится, при условии, что... 500 голды. При условии, что здесь не будет какого-то ограниченного количества слотов под зверьё. Потому что, если будет, то это, конечно, да. Ловить людей можно? Не знаем пока об этой функции. Да, ну, ну. Люди, те ещё твари. Я специализируюсь по животным, а не по тварям, поэтому, наверное, нет. Говорят, максимум с собой можно 6 таскать. Плюс кота. Ну, 7, короче. Классика. Ну, да. Короче, надо преимущество, получается, ими бить. Это здорово, потому что, если вспоминать тоже какую-нибудь там пятую финалку, в третьей я, по-моему, в этом... Ох, смотри. В третьей финалке я с этим классом, по-моему, даже особо не общалась. Если вспоминать пятую, когда я там пыталась что-то делать, я просто тестировала, смотрела, нравится мне или нет, там преимущественно все-таки полагаешься на оружие, на холодное, там, с какими-то топорами, что угодно, мечи, луки. А здесь прям упор на животных. И это здорово. А это прям замечательно. Сурак против хор... Сурак против хорка! Что-то не сказала. Да, у нас... Мне немножечко, кстати, флэшбэчить на Берсерию, на начало Берсерии. Девчонка тоже с какой-то косицей, вот эти волосенки назад убранные, с таким низким голосом, такая вся деловая колбаса. Лес, лесная деревня. Ни у кого такого, нет? В пятый плюс того класса был только в паре с синим магом, чтобы он переключал атаки на него. А так ничего не было. Ну да, там некоторые классы прям смотришь и такой думаешь, блин, ну другие лучше. Какого хрена я буду с этим париться, если вот там вот ниндзя есть какой-нибудь, которому можно четверной удар прокачать, а потом ему еще две катаны в руки дать и получится 8 ударов, и ты такой, ну как бы, ха-ха. Так, ну хорошо. Поесть может чего-нибудь, что-то я какая-то такая прибитая. Немного. Еще какая-нибудь босяра вылезет на меня. Ой, что-то прям полностью, что-ли, восстанавливает? Едите. Ой. Не, ну это рановато. Ух, ездить. Участь их жестоко. Это было сделано не в целях выживания. Гизарма искал не пищу, он искал забавы и бессмысленно резни. Он убивает этих людей и зверей без причины. всего лишь демонстрирует свою жуткую силу. Ого. Волчара, что ли, это большое Гизарма? Я вижу, как ты дрожал, малыш. Твоё сердечко наполнено страхом. Ты был очевидцем того, что сотворило это чудовище. Оно заставило тебя наблюдать. О, какая музня. терпение. Нужно вернуться и заняться павшими. Но сначала я за них отомщу. сбережу жук до моего возвращения, друг. Спасибо тебе. Я скоро вернусь. Она такая, знаете, прям сильная, волевая, но при этом с гордостью вот этой вот вольного народа. Такая какая-то и голос я офигенный как же подобрали. Есть или быть съеденным. Это судьба и право всякого лесного зверя. Жизнь за жизнь. И так было испокон веков. Но убивать ради развлечения, удовольствия или жадности это предательство закона природы. Всякий раз, когда эта тварь берет больше, чем ей необходимо, частичка леса умирает. Я хочусь не только для того, чтобы сохранить жизнь людям лорда Кирана. Я хочусь, чтобы спасти сам лес. Ух, какое, видишь, прям. Так, а, уже можно идти, Ух, что-то туманное тут все такое, блин. Прикольно, что мы, как бы, вроде охотник. И мы разговариваем с волками. Ну, то есть, они на нас не нападают особо. Мне кажется, в какой-нибудь другой ситуации, в каком-нибудь другом сценарии, ну, видишь, дохленькие волочки тоже. Ой, эти, деда, лису надо поймать. Так вот, в каком-нибудь другом сценарии, если в лес пойдем, там, наверняка, эти волки на нас будут нападать. Я хотела сперва лук использовать, думаю, наверняка лиса, то есть, хуенькое животное, маленькое, наверняка лук. Больше подойдет, но думаю, давай проверим топор. Господь, что происходит? Теперь вы можете выучить новые навыки. Выберите навыки, затем изучить навыки. Здесь можно получить новую навыку. Спасибо. Короче, главное, меня что-то... Это животные те охотников. А, думаешь? А, ну, может быть, кстати, возможно. Тогда да, вполне возможно. А я думала, это типа наши, знаешь, из нашего леса. Так, слушай, прям навыки выбирать, когда такое было? Можете изучать навыки в любом порядке. Нам понадобится все больше очков профессии для... Очки в профессии! Легкое изучение, так что выбирайте с умом. Так, буревестник. 7 ОД наносит большой урон молнии одному врагу. Ну, как-то я не чувствую, что я могу молнией шмалять, как-то мне молния по-моему не сильно подходит. Сковывающая ловушка заставляет одного врага действовать в конце хода в течение двух ходов. Вот это больше мне нравится. На босса, мне кажется, хорошо будет работать, если вокруг него еще какая-нибудь мелочь будет. Ну, при условии, что он не будет иметь какую-нибудь сопротивляемость к этому. Стреляет в одного врага из лука. Смертельные атаки будут оставлять цели один ОЗ. Ну, это не баннер сага, где один ОЗ означает то, что тебя будут бить на одну хэпульку. Так что, прям не знаю. У меня уже два выстрела из лука. Снайперский и вот тут дождь и стрелы. Так что, мне кажется, надо что-то другое взять. стреляет во всех врагов из лука от пяти до восьми раз. Прицеливание. Увеличивает шанс крита и точность всех союзников на два хода. Ну, это уже интереснее. Слушай, ну, не знаю. Либо буревестник, либо прицеливание. Опять же, это лук. У нас уже есть луковые. А вдруг, блин, босяра будет иметь урон какой-нибудь дополнительный от молнии? Наверное, чтобы ловить животин и она не умирала. Да, вполне возможно. Блин, какая муйня. Я вот, кстати, помню вот этот навык стрелять во всех врагов в четвертой, по-моему, финалке или в какой? По-моему, в четвертой финалке он охрененный. Он очень, очень, очень хорош. Или в шестой финалке? Короче, где-то там. Он практически имбовый в какой-то момент, если будет хороший лук. И вот это вот все. Эх, ну давай, здесь так много лука, что как бы намекает. Я просто слишком хорошо знаю, на что может быть способен этот навык. Если он здесь такой же, как и там, то вау. Я помню такое в Светодетке. Ой, я такое вообще не помню в Светодетке. Персов класса много. Но вообще, ты можешь начать за любого из восьми персонажей. Соответственно, их восемь. Четыре на четыре. Так, что как бы, да. Слушай, туда можно, сюда можно. Здесь горит огонь, как бы намекает, потому что иди сюда. Ну, слева там тоже что-то есть. Охренел, что ли? Лиса, кстати, офигенно дамажит. Она местами дамажит даже сильнее, чем моя котяра. Давай всех по одному, я не знаю. Ну, шестый хрен, это хил. Вот потом. Давай, Линда, попробуем. Не нравится, что когда ты призываешь зверей, у тебя вообще ничего не тратится, считай, окна хрена. Ой. Слушай, его ж пленить можно. Мистер Зозо, здорово. Вот так вспомнишь шестую финалку и мистер Зозо сразу в чате. Хоба. Здорово. Да, перевод буквально, по-моему, на днях появился. Спасибо. Тем людям, которые переводили. Потому что, по-моему... О, там запись вижу. Тем, у тебя данный Мишин Лердс норма работает? Ну, было уже за сегодня два донатика, в принципе, вроде окей. Ой, там кто-то стоит? Еще термосы. Если вам что-то нужно, просто скажите. Страны стоящие торговец. Если вы не успели купить в деревне хавку, пожалуйста, сделайте это сейчас. Давай прям сразу вот так вот. На хиле экономить не стоит. Уже две подписки. Имели, ты о чем? Что такое? Ммм... У меня четыре этих сливы. На дорожку одну. Вот так. Ну да. Так, вот там слева какая-то... А, там волочки смотрят прямо туда, и он, видимо, там дичи стоит, главное. Пойдем посмотрим, что в другой части леса. Какая красивая музыка. Да, музыка что-то прям рвет просто все, что можно только. Пока что ни одна композиция, которая появлялась, их уже было три или четыре, не расстраивала, скажем так, она что-то офигенная. О, вот раз чаще попадала. Какую-то гадинку на меня положила. А-а-а. Кстати, интересно. Ой, подожди, где он? Он меня хилит от этих статусов? Нет, не хилит. Только лечение обычное. Давай, добьем уже. Чего ты так долго живешь-то? Вообще, довольно щадяще сделали в финалочках раньше. Было как? То есть, ты не можешь поймать, пока там козявочки какой-то хп не доведешь врага, тогда да, ты можешь поймать. А тут, в принципе, смотри, мы ее бьем, бьем, она не подыхает, а уже можем пленить со стопроцентной вероятностью. Может быть, это потому, что враги легкие? Либо это сделали, ну, облегчили, скажем так, пленение. Бодрящий гранат. Что это? Восстанавливает Оу одному союзнику. Не лоу-левельный. Да, наверное, потому что иначе будет как-то, ну, совсем просто. Дает просто потренироваться, видимо, позахватывать их. Это пока легко. Да, наверняка. О, смотри, кто это? Второго левеля уже какая-то штука. Ну, очевидно. Вот так, не щекочет, скажем. Я немножечко еще путаюсь в этом самом. Особенно, когда описание пунктов перекрывает вторые пункты, я чуть-чуть парюсь. Нужно привыкнуть к тому, что есть, чего нет. я, мой хорюм. Че, зря я его сейчас вызываю, а мне на боссе больше, мне кажется, пригодится, чем здесь. Поэтому давайте лис тратить. Сейчас, если он не помрет, надо было его оставить себе. Да, напоминает Шарпея этого из Ведьмака. Если сейчас еще раз попадется, нужно его пленить, попробовать. еще сюда, что-то куда-то. Господи, что-то так много всего. Господи, что-то такой большой лес. Доктор Килл подписки дарит, а Сивен не видит. Я не вижу, кстати, да. Но, кстати, я не вижу их даже в чате. Они у меня не в Денэйшн Аллердс отображаются, они у меня должны от Шарлея, а не Шарпей. Я знаю, но я его так называю, потому что мне так прикольнее. У меня они не отображаются в чате почему-то даже, подписки эти. Денэйшн Аллердс с этим не связаны. А подписки есть. Ну, тогда спасибо. Я не видела, у меня ни одной не было. Спасибо, доктор Килл, спасибо. Так, что я там на него агрего-то? Что эти были? Да? Может, я их не заметила тогда просто? Они давно были? Были в чате? Может, я их просто не увидела каким-то макаром? Ну-ка, давай еще раз тестовать. Так, леса закончатся. О, вижу. Вижу, Эмили Пис, спасибо. 50 грамм винограда толченого, сушеного. Изюмом называется. Так, что-то я хотела, господи. Короче, спасибо, спасибо, спасибо за подарочные подписки. Тем, кому прилетело, поздравляем. Так, приз задаю. Клинить. О, давай. Терри, говорит, что какой-то донат не нашел. О, дай, это я понимаю. Я ничего не вижу. У меня ничего нет. Вот Эмили сейчас отправила, все пришло. От Эмили пришло. Терри, ты точно туда пихала? Так, какой-то подозрительный тупик. Здесь как будто выводит потом открытый, галючный тупик. Галючный тупик. Давай попробуем против него его же. Габродил. Ну нет. Так, не работает, да? Не удивлюсь, если какой-нибудь из этих зверюк будет хорошо общаться. Сурка потратим. с боссом. С боссом? Гетвер, привет. Че, 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 че там выпало? Так, а вот тут че? А, это начало самое. Окей. Ну давай, ладно. Че-то мне казалось, оно чуть-чуть повыше еще там, странно, куда-то вниз проходы, вверх. посылки со стримом. Не знаю, суши. Оно, может быть, пришло, но не оповестилось, потому что до нынешнего на вертся иногда бывает. Давайте так запьем. Не, надо подождать, может быть, все равно лагануло. Либо оно пришло, но я его не вижу. На перерыве можно проверить потом. Ничего себе. Ну это наглость. Дело, кстати, полечимся. Слушай, то, что оно 500 восстанавливает, это какая-то халява какая-то. Че за упрощения такие пошли, а? Раньше такого в моей молодости такого не было. 500, что первая хилка, которая стоит на всего ничего. Если бы какие-то страшные цифры потом будут с хпшками и не с хпшками. че? Че? Сейчас уже много неожиданных боев. Хочется посмотреть сюжет. Ну, тоже РПГ? Че это хош? Сюжет должен быть вот здесь, слева. Надо потом как-то по этому лесу пройтись. У меня такое ощущение, что я не все посмотрю. Потеря донатной девственности прошла через жопу. Как интересно. Ох, едите. Едите. Хватит. Я миров. Знаешь, вот это, наверное, было даже. Отличный диалог, мы сразу все поняли. Все, бегите, глупцы. Тебе не запугать меня, чудовище. Разве я не права? Тебя изгнали из своего дома? Побежденный более могучим зверем, ты бежал и оказался здесь. Я слишком хорошо понимаю твою боль. Но обратить свое горе и гнев против невинных существ, это грех людей. Это грех людей. Твоим долгом было приспособиться к лесу, найти в нем свое место. Вместо этого ты готов вырвать его сердце и сделать его своим. Такому прощения нет. Блин, музьня-то какая, а? Ты нарушил границы, зверь. И во имя леса я вершу над тобой суд. Оооо, боже, я не говорю, что такая страшная хреновина-то слышит. А поймать ее можно? Ха-ха-ха. Вряд ли. М-м-м. Давай посмотрим, что к сурок наносит. Ну, не плохо. Стоп. Плюс-минус. Сейчас, если он какую-нибудь ульту жахнет, будет обидно у меня половина хп. Давай, знаешь что? Вообще, дождь и стрел, если цель одна, весь этот дождь вылетает обычно в одну цель. И я вот прям не знаю. Ой, нет, не дождь и стрел, не то хотелось. Другой, вот тот, который мы взяли. Как он там? Шторм, да. Блин, оно закрывает вот это описание, нижние эти самые, и что-то... Не всегда сразу вижу, что оно есть. Пленить-то можно? Не приручаемо. Логично, это босс. Лесной красолют. Вряд ли им шестых орион. Можно было бы, кстати, реально полечиться сейчас. Пока оно в бессознанке. Ага, ловить босса. Но вдруг! Вдруг они одноразовые какие-нибудь с ультой, знаешь? Почему нет? Вдруг здесь какие-то новые особенности. Ну-ка, габродил. Не, не очень. Короче, фигачим из лука. Ка-ка-ка. Ка-ка. 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 Вам лучше зверей вызывать, а не больше, да, может. О, больно, больно, больно. Где моя лиса? Ты смотри, как офигенно. Так, пора лечиться. Лечиться, лечиться срочно. Как-то что-то называется? Так, сейчас тебе скажу даже. Нет. Гизарма же, господи. Нам же сто раз сказали уже. Да. Гизарма. Тихо, тихо. О, у нас. Ух, я тебе нифига влечила. Да, у нас. Так, сурок вернулся в дикую природу, но у нас есть еще один. Вот эти особо не работают. Краснолёт, я не думаю. Краснолёт. Краснолёт, я не думаю. Краснолёт, я не думаю, что он что-то даст. Толкового. Лечиться, 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 лечиться. Нажимай РБ несколько раз, лучше можно? Давай вот сейчас, кстати, уже пора. Линда, кстати, сколько? Ну, неплохо. А, пока у меня эти штучки-то не закончатся тоже. Точно же. Мне просто сказали, один раз за бой, я что-то как-то так приняла. Я смотрю, вроде 5 этих... ...цветяшек. Но я как-то экономлю. Ой, что-то она страшное делает. Ой, что-то она страшное делает. Защита. Ой, надо было с этой хреновиной. Красаэль, привет. А, ты теперь всегда там делать будешь? Не, не надо прыгать. Слышь? 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 Давай, где моя свинюка? Слышь? Я ничего не делала, а что ты машешь своей это сан... Он всё ещё в стадии парирования или что? Ну, не знаю. Допустим. Линда? Давай ты не в стадии парирования. Нет, он в стадии парирования. Ой, только не ты. Это в крышку. В заситу. В заситу срочно. А я всё ещё в заситу можно? Не знаю. Надо было лечиться на прошлом ходу. Хадокен! Во, пока он там контратакует, типа, мы лечимся. Мне нужен... Господи, сканирование нужно. Я хочу смотреть, сколько у него будет. Ах, собака какая. Ты помрёшь сегодня? Так, он раздуплился. Готовится к прыжку. Вот он готовится к прыжку? Вот лечиться мне сейчас или в защиту уходиться, скотинка какая? Ну, давай полетим землянью. Да, да, слава богу. Да, да, слава богу. Лошара! Изи! Ух, найс. Блин, динамичненько, слушай. Наравится, что вроде как бы это бэшная система, а вроде не нужно ждать пока вот эта полосочка заполнится. То есть, быстро тук-тук. Один ход, второй ход. Офигенно. По-моему, можно до трёх раз один удар усилить. А, да? Ну, хорошо. Кто же знал. Я ещё пока не вдупляю. Чё, можно, чё нельзя. Сверху же очередь показана. Я не к тому. Я знаю, что там очередь, я не к тому. Твоя жизнь утеряна не напрасно. Она будет питать других. Ты теперь в лесу. А в лесу ничего не пропадает даром. О, пойдут жрать. Жрут. Давайте, мои друзья. Эта жизнь принадлежит вам. Всем. Всем вам. Животные, питающиеся травой, становятся пищей для тех, кто ест мясо. Ну, это прямо по заветам муфасы, слушай. Те, кто ест мясо, становятся пищей для сильнейших. Когда сильнейший умирает, его жизнь возвращается в лес. Его плоть питает землю, траву. Его кровь превращается в сок, а его кости в дерево. Он становится пищей для травоядных, а цикл запускается снова. Габелин соткан заново из переплетенных жизней. А каждая нить — это часть целого. Ну, это прямо баннерсака плюс король лев, короче. Какие прекрасные слова. Знайханит. Быть охотником — значит забирать жизнь. Но мы делаем это для того, чтобы жить. А, а, ради, ради, для. Никогда не забывай о своем священном долге — жить. Чтобы выжить и почтить память тех, кого сразили твои стрелы. Пока он говорит об охоте, он мудрейший из людей. Если бы это было единственное, что его волнует. Охота закончена. Теперь пора вернуться к павшим. Японская озвучка, кстати, погромче, чем английская, да, будет? Даже громче голос не надо делать. Неплохо выглядите. Надеюсь, охота была успешной. Чудовище больше вас не потревожит. А эти могилы... Бустро они. Я смелился выкопать их, пока ждал вашего возвращения. Пожалуйста. Спасибо. Но у меня есть одна просьба. Оставьте зверей. Пусть лес вернет их. Пусть лес вернет их. Это и есть путь леса. Как пожелаете. Ухот. Пусть леса. Пусть леса. Пусть леса. Хаген, ты вернулся? Пусть леса. С ним все в порядке? По-моему, очевидно, что нет. Он растерян и напуган. Ты прибежал сюда, верно? Я один. Учителю нужна моя помощь. Да, Зевда. Все хорошо. Спокойно, мальчик, спокойно. Ну, ну, хватит. Хороший мальчик. Учитель в беде, это ясно? Вальдемир, привет. Я должна поспешить к нему, если там что-то случилось. Хаген, ты отведешь меня к учителю? Ого. Что бы с ним не произошло, мы спасем его. Ты и я. Не, вот эта музня, вот это, именно, начало этой музни, она так меня что-то флешбэчить на то-земун. Прямо что-то вот. Золото, привет, привет. Я тебя что-то как-то упустила. Сложно, сложно, когда тут текст, там текст. Всем привет, ребят, кто подошел. 144 зрителей, однако, ничего себе. Вообще, очень приятно, на самом деле, что так много людей заинтересованы данной игрой, потому что пиксельные игры, жрпг, это очень своеобразный контейнер для очень многих. И видеть, что такие игрульки называют, ну, по крайней мере, на твиче такой интерес, это очень приятно. Спасибо вам, ребятушки, что остаетесь с нами. Слушай, ну смотри, здесь урончик побольше, можно было бы и взять. Возможно, я пожалею, конечно, в этом. Может, сейчас выйдем за пределы леса, а там второй торговец тут же стоит, и знаешь. Имеет смысл продавать старую экипировку? Или здесь какой-нибудь внезапный крафт вылезет? Давай, пока не будем. Открывай подальше. Блин, вот эта скрипка. Это, по-моему, даже не виолончель, это именно скрипка, да? Офигенное что-то прям. Что-нибудь скажешь? Ханит, у тебя сердце и навыки настоящего охотника. Ты приручила зверей, открыла им свое сердце и научила использовать их способности как свои собственные. Совсем скоро ты сможешь превзойти своего учителя. И натравить на него животное свое. Офигенное решение. Часто наши охотники отправляются в Белодесе, чтобы навыки свои испытать. Ну, выжелается тебе сделать так же. Оберегись. Да-да-да. Слушай, такое ощущение, что я в том лесу что-то не доделала. Пойдем посмотрим. Это альт. Ниже, чем скрипка. Ну да, я слышу, что оно пониже. Вот-вот. Но, мало ли. Ну, в любом случае, что бы то ни было, оно офигенно. Слушай, а как туда? Это, наверное, другая локация какая-то, да? Ну? Никогда бы не подумала. Скрипка. Альт Виаланчили. Контравас. Ну. Да, но, блин. Я не настолько, понимаешь, разбираюсь во всем этом, что-то на слух отличать. Там, козявочки. Вот, буквально, минимальные различия. Слышу, вот что-то струнное. Вот это вот. Все, это скрипка. Если это прям... Значит, это какая-нибудь, не знаю, Виаланчиль. Так. Или Пентравас, опять же. Смотри, кстати, у кошара на хвосте. Смотри. Какой-то браслетик с фиореском. Фиореско-розовый. Смотри. Ларь, да. Так. Ну, смотри, вот здесь вход. Там, блин, я хочу к тому сундуку, который справа. А здесь есть вообще интересно какие-нибудь невидимые стены или почему-нибудь такое. Вот такие, например, да, невидимые стены. Покушайте ракурсы. Ну, хоть так. Кросяра. Кошара клевая. Вот чего не хватало, я помню, лично мне. Давай, кстати, сейчас попробуем два раза усилить. О, блин, сейчас. Найс. Это знаешь, как это ваневая. Напряглась и побежала. Так вот, чего всегда не хватало во всяких пиксельных жо-рпгшках старого времени, то, что боссы вечно так красиво нарисовано полукрана занимают, а ты такая вот бздя, вот это вот, вот такая пиксельная стоишь в правом нижнем углу и такое. А тут у тебя хотя бы твои животные нормально нарисованы. Хоть так, как говорится. Слушай, вообще нет смысла на самом деле тратить ОД на там навыки какие-то вот этих вот животинок. Делаешь вот так вот, короче, и хоба, и нет, белочки. Ну, грубо говоря. Надо, знаете, что посмотреть? Есть ли в настройках отключение подсказок вот этих вот описаний? может, это вот это быстро? Не, ну, скоро сообщение это ж не то. Ну, походу, нет, да? Они просто закрывают нижние вот эти штучки, нижний пункт, и это прям местами напрягает. Мне кажется, можно как-то отключить, но что-то я пока не доперла. Не такой большой лес, что ли, или что? А, это же только первая половина леса, я мать. Зачем так? О, свинюка! Надо поймать свинюку. Хил, знаешь ли, на дороге не валяется. Он ходит по лесу. Ладно, слушай, если сейчас будет переход в тот лес, еще вот это, еще вот так, давайте вернемся в деревню и пойдем там куда-то направо, наверх, куда-то нам надо. Стример обещала там сообщить, но ее все нет в сюжете. Я ничего не обещала. Ай, черт, я свинью из тебя убила, понимаешь? Нилуан, здорово. Давай, ладно, пока мы тут что-то сном. Здесь еще туманно, да? Жалко. Я буду молиться на навык, который будет отключать, конечно, вот эти рандомные бои. В какой-то момент они задушат. О, вот-вот-вот, я чувствую, что-то недосмотрела. Теневой камень души. Наносит урон тьмой всем врагам. Окей. Это, по-моему, все было, кстати говоря, потому что все сверху я вроде посмотрела. мне интересно, что будет, если я пять раз подряд там нажму, если можно. Она будет конечно последним там левеле усиления. А потом она родит. Просто прям там, прям в лесу, как истинная охотница. Ну да, я здесь уже была. А если налево там было куда пройти? А, здесь вот как... Мне кажется, здесь должно быть открыто. Видишь, дорожку туда ведет и там закрыто. Точно куда-то будет открыто. Ну давай. Ой, зачем? Спасибо за соль. А? Уровни рассчитаны, чтобы делать по кругу по голове из истории каждого из персонажей. Ну, очевидно. Там даже видно было по вот этой полосочке. То, что они сойдутся, но это довольно очевидно. Тоже. Просто да. Просто по факту самый начальный выбор, выбор с кого ты начнешь. Боже мой. А потом они сойдутся в экстазе. Сольются, я бы даже сказала. В экстазе партии и пойдут спасать мир, как это обычно и бывает. Нужно лесу всех поймать. Так, ну давайте выдвигаться обратно в деревню, где там проход-то был. Заблюдилось я что-то. Здесь сундук установил. Здесь, кстати, ничего не осталось. Жука я вижу. Здесь вроде ничего не было, да? Ну, каких-нибудь дополнительных проходов. Помимо босса уйди, пожалуйста. Это вдруг какой-нибудь секретный проход. Ну, чё это там такое? А, это моя стрела еще осталась. Ничего себе. Прикольно. Символизм. Потом, нибудь, придем к этой стреле молиться будем. Даровать нам силу. Потом, знаешь, расстроимся. Разочаруемся в жизни. Впадем в депрессию. Придем к этой стреле. И вспомним, для чего мы живем на этом свете. Каков наш долг. И бла-бла-бла-бла-бла. Скриньте. Короче. Тут есть перст типа Локи из EF6? Есть! Терлеон его зовут. В смысле, я не ошибаюсь. Или Террион. Террион. За него можно было начать тоже игру. Он тоже беленький такой весь. Не нападайте, дайте уси. Все, крысы, не жите. Слушайте, кто знает, кто играл? Один человек точно у нас такой есть? Здесь романчики внезапно есть? Вряд ли. это же РПГ? Здесь так не работает. Здесь если есть роман, то он по сюжету и без твоего участия. Но вдруг любовь тут будет. Только нету? Эх, жалко. Чего так редко встречаются любые истории внутри же РПГ-шных сюжетов? Вспомните FF4? Там вообще только вокруг нее все вертелось. В хорошем смысле. Если бы не эта любовь, мы бы не получили такого офигенного персонажа, как Кайн. Боже, Кайн. Скикел этот, ну, блин, не. Кайн, вот она сила. Такого, как Кайн еще поискать, конечно. Можно сейчас вернуться в город, попробовать в трактир зайти. Может, там что изменилось. Кикел очень, да. Ну, не то чтобы пресный, он очень стандартный герой, который нашел себя где-то там, перешел с одной стороны там на другую. Ну, такое, короче. Блин, ну, Кайн это такой многослойный, офигенный, глубокий персонаж. Господи, а во всей серии FF он один из таких. Ну, то есть, их не так много. Вот прям настолько глубоких и интересных персонажей. Чтоб вот прям вот настолько же хорошо все было. Вилл трейлер спирит фендераж. Болгена чудесного с чеха зашит. Такое, собственно. Все, увалим. Блин, тот, думаю, вспоминается. Так, сперва в трактиль, давай посмотрим, вдруг там что есть. О, здесь кто-то говорящий добавился. Какая встреча подъестественник? Не стези могли для тебя сделать? Извините, отряд. Послушайте историю. Вас зовут Ханит, и вы охотница, которая живет в спарке со своим, вернее, снежным леопардом Линда. Это мы поняли. Восстановить репутацию? Путешествие? Куда путешествовать? Восстановить репутацию? Ваша репутация стала безупречной. А что она? Чего? И что? И зачем? Ну, изменить отряд. Не поняла. Ну, ладно. Потом разберемся, очевидно. Репутация там с вором траблой. А-а-а, понятно. Ясно. Давай отдохнем. А, еще и ноль золотых, серьезно? Халява. Не, наша репутация и была, и стала еще безупречнее, чем была. Нет, сварки, тратата. Ну, нам надо наверх, давайте тогда полноценно, так сказать, сохранимся. перед долгим путешествием на север. Одна и топочка где-нибудь тут перво взгляде и остановим. Я считаю, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Цена на эту игру, конечно, прям ппц, поэтому еще раз спасибо Хеюку за подарочек в виде этой игры, потому что ну и тить, ну очень дорого, ну прямо очень дорого. Вот. Спасибо большое, потому что игрушка, что-то прямо огнище страшно, очень не хватало чего-то такого очень долгое время. И как же приятно, что такие игры все еще выходят. И они, смотри, они немножечко даже апгрейдятся. Вроде все тоже любимое старое, но чуть-чуть в обновленном виде и нельзя сказать, что прям в каком-то неудобоваримом. Динамичненько, красивенько. Музня это вообще отдельная песня. Это просто слишком, слишком хорошо. Я не ожидала такой офигенной музни, если честно. Что-то прям сердечко в душеньку надо потом найти. Будет какой-нибудь ост, закачать себе и переслушивать, зарыдать в подушку, говорить, вот это очень, очень красиво. Прям охрененно. Я чувствую, мы будем в это играть и играть в это мы будем достаточно плотно, потому что уйти из этой игры я скорее всего тупо не смогу. Ну, посмотри на это, черт возьми. Но, первый взгляд, то Ютуба мы закончим где-нибудь тут. Поэтому, Ютуб, ты знаешь, что делать. Если хочешь побыстрее все это делать, смотри, переходи к нам на Твич. У нас тут кофе. Угу. Ну и, собственно, мы идем дальше. мая, да,